Конечно же, VPN какое-то время будет помогать и работать, но здесь я внезапно хочу вам посоветовать не тратить сейчас деньги и какие-то решения, если вы сами не можете сделать для себя VPN, это для технических специалистов, да, для обычных людей обычно не тратите деньги сейчас на покупку и оплату каких-то VPN-сервисов, потому что, во-первых, они с высокой степенью вероятности скоро не смогут принимать ваши деньги, а во-вторых, с ними начнут активно бороться, потому что большая часть этих VPN-сервисов не рассчитаны на, ну, вот этот уровень подготовки при борьбе с VPN. И поэтому, на самом деле, просто вот даже заморачиваться, не надо за покупку. Есть бесплатные сервисы, они условно бесплатные, есть, например, Siphon, который пишется Psyphone, он доступен на всех операционных системах, он бесплатный, но медленный, но он с самого начала сделан так, чтобы бороться максимально эффективно с блокировками, то есть он мимикрирует под обычные, под обычное хождение по сайтам, он делает вид, что он просто обычный почтовый клиент в некоторых случаях, то есть он делает очень много красивых трюков, которые позволяют вам замаскироваться. Почему маскироваться важно? Потому что, я уверен, недалек тот момент, когда будет торжественно объявлено, что использование VPN-сервисов для обхода является уголовным преступлением. И дальше вы можете себе придумать всю эту картинку. Когда вы шли по улице, у вас попросили посмотреть телефон, и хоп, в нем оказался VPN, а у вас оказался срок. Ну и всякие такие штуки. То есть, как бы, давайте честно относиться к происходящему. Государство есть гораздо более мощный, чем технологический способ бороться с VPN-ами. Это просто сказать, просто запретить его на законодательном уровне. Ну, это не призыв, что делать. Что делать-то, конечно. Это не призыв. Ваш совет. Ну, да, смотрите. Значит, во-первых, ну, планируйте способы уехать. Если у вас не получается уехать, то единственное, что я могу для вас предложить, это смотреть на сифон. Потому что другого способа на самом деле нет. Это как бы только-только-только сифон сейчас спасает во всех критических ситуациях. Он чудесно показался в Беларуси. Он отлично показался во время всех блокировок во всех азиатских странах. Поэтому очень рекомендую. И ищите нестандартные способы связи со своими друзьями. Не надо здесь полагаться только на Telegram. Я ничего не могу сказать про безопасность Telegram. Я плохой специалист конкретно в безопасности, да. Но всегда имейте некоторое количество разных способов контактов. В остальном, я думаю, что мы все переживем без Инстаграма. Это будет плохо, неприятно. У части людей развалятся бизнесы, у части людей закончатся деньги из-за того, что они построили свою систему заработка, да, на Инстаграме. Но мы переживем без социальных сетей. А вот без общения друг с другом и способов коммуникации нет. И здесь прям критически важно найти несколько разных способов. Егор, извините, напоследок не могу не спросить. Как человек, который делали Яндекс великим, один из тех, кто его делал великим. То, что сейчас делают Яндекс.Новости, вы следите вообще за... Ну, это крупнейшая Россия, это достояние нашей страны, которая становится проблематично сейчас вам вести свою деятельность в приличном пространстве. В общем, следите за деятельностью Яндекса сейчас. Вот что они, как они будут жить вот в этих новых реалиях, когда весь интернет сворачивают, что будет с ними происходить? Да я думаю, что, как ни странно, у Яндекса дела будут идти неплохо в рамках страны. Но тут нужно понимать, что... Давайте скажем так. Я уверен, что сейчас и Яндекс, и ВКонтакте довольно сильно и жестко контролируются государством просто по-разному. Ну, если в случае с ВК Групп и всем, что касалось бывшего вот этого Мейдру, это, по сути, прямое управление государством, да, ну, потому что мы знаем, кто там теперь руководитель и что это за люди, то в случае с Яндексом это просто прямое давление, видимо, и, ну, это традиционная попытка Яндекса балансировать и уйти от прямого управления государством с помощью балансирования между, ну, давайте скажем так, между разными кремлевскими башнями. И если вы думаете, что... Чаще всего у меня спрашивают, почему Яндекс не закроет Яндекс новости? Знаете, давайте прямым текстом скажу. Мы это и хотели, честно говоря, спросить. Именно следующий вопрос. Вы понимаете, представьте себе, что вот есть игран-худовердианта, который исполнительный директор Яндекса в России. Вот он подходит и дергает такой виртуальный рубильник, и говорит, все, Яндекс новости больше не работают. Через три минуты там будут люди в форме и не обязательно в форме, которые заставят все включить обратно. Еще через пять минут большая часть верхушки Яндекса, я думаю, что просто будет, ну, под судом и вполне вероятно сядет. И там появятся новые руководители, которые будут крутить Яндекс новостями вообще как захотят. Поэтому в текущей ситуации я не думаю, что у Яндекса есть какой-то выход. Тут важно, наверное, было бы спросить, чтобы я какой бы я вопрос задал на вашем месте.